ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это необычный выпуск Орла и Решки. Время для рыцарских танцев. Я уничтожаю морально, не физически. Это спецпроект Орел и Решка неистанная. Мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Я придумал переход. Какой? Вау! Все, что осталось за кадром. Это не Орел и Решка перезагрузка, это какой-то Олег и Гришка передозировка. Все, что было вырезано цензурой. Саня, ты только туда не снимай. Ладно, Настя, еще со мной разговаривать не будем. Мы покажем вам 45 минут чистого эксклюзива. Дима, можно попить? Дима, попить? Дима, попить? Еще больше историй, еще больше Орла и Решки. Я буду жениться. На берег. Лежи. Не, Настя, ну сейчас реально как бы из-за тебя. Именно ты как бы заложил. Так и право. Стратил. Ну что, все хорошие. О, я подмышляюсь. Упс, я понял. Я понял. Орел и Решка. Известная программа о путешествиях. Два года назад мы решили перезагрузить самые интересные места нашей планеты. 80 уикендов мы заново открывали любимые города и страны. И увидели, как они изменились. В этом неизданном мы подведем итоги нашего эпичного путешествия. Посмеемся. Поплачем. Такое уникальное путешествие. Длину их два года. Попоем. Матагаска! Потанцуем. Но недолго. В общем, вспомним все самое-самое. Инкрэрабл. Я люблю. Я люблю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десятого января в 8 утра по южноазиатскому времени молодые и неопытные ведущие Настя Ивлеева и Антон Птушкин записали первую подводку в аэропорту Шри-Ланки. Работаем. Орел. То есть ты доминируешь? Доминируй. Решка. Ты должен сказать орел. Так ты должен достать монету. Ладно, доминируй. Решка. Решка. Антон, просто доминируй, пожалуйста, сейчас. Орел. Решка. Карточку нужно убрать. Куда ты пошел? Здравствуйте. Да, в эфире первой была программа о Гонконге. Задрот! Аристократ! Еще раз! Но мало кто знает, что на самом деле первой снимали Шри-Ланку. Не напрягайся, все нормально. Просто ведущие были настолько неуверенными. Давайте еще раз. Давайте еще раз. Стоп, еще раз за сюда. За... За через... Что нормально смогли сказать только одну фразу. Доброе утро, друзья. Это Орел и Решка. Перезагрузка. И мы с вами на Шри-Ланке. Орел. Поэтому мы решили поменять программы местами. Но даже несмотря на наш хитрый ход, зрители наотрез отказались принимать новых ведущих. После шквала критики и негативных комментариев, продюсеры всерьез хотели закрыть перезагрузку. Верните Регину Лесю, пожалуйста. Но команда Орла и Решки не оставалась. Мы взяли стамеску, рубанки и начали вытачивать из наших ведущих произведения телевизионного искусства. А попросту звезд. Теперь у них есть все. Поклонники по всему миру. Популярные ютуб-каналы. Миллионы подписчиков. И миллионы просмотров. Встречи с фанами. Свои шоу. 13 операторов, 20 камер. Я в шоке. В Леево. Собственные студии. Это моя студия, теперь здесь я работаю. Их приглашают на известные программы. Сколько у тебя сантиметров? И им предлагают роли в кино. Ну все, птенчики. Летите. Кто там у нас? Следующий. Талант. Мы перезагрузили 80 городов. Я тебя умоляю, пожалуйста. Боже, он же сейчас запутается. Конечно, за это время с нами произошло много невероятно важных событий. Выиграли. Пошли. Антон Птушкин постарел на два года. Да? К Насте на съемки в Ереван приехал парень. Продюсер Давид подстриг бороду. Не надо было. Не надо было. Оператор Саша наспорь съел ложку васаби. Номер. Три, четыре. Давайте пошел. Настя уснула в бассейне. Мы пропустили рейс на Маврикий. Не, мы успели. Самолет что-то раньше времени полетел. Застряли на острове посреди моря. Да сто кудово сейчас что-нибудь найдем. Лодки. Потерялись в пустыне. Я серьезно хотел съесть Евсея, но не потому что голодный. Мы уже начали делить его конечности. Съели одного осьминога. Маленький х***нюк. За перезагрузку мы потеряли две камеры Гоу-Про. Сломали квадрокоптер об руку режиссера. Ну что, Дим? Он вылазил у меня из рук прям. Куча на нем раны. Маленький рангель. Все, новый погонял. А Дима руки лопать. Поставили огромный синяк на попу Насте. Гоу! Стой! Гоу! Отметили все свои дни рождения в поездках. Олешка, а что случилось? Испортили скатерть в отеле. Простите, он просто х*** на скатерть еще и написал. Разбили три машины. Тихо, тихо, тихо! Стоят, стоят, стоят. Все хорошо. Слава богу, все цело. И машина пострадала серьезно. Давайте я помогу. Увидели золотой унитаз. Я бы за эти деньги. Короче. Научились разбираться в еде. Эта рыба больше, чем 15 сантиметров. И спрятали 80 бутылок со 100 долларами. Получилось. Так что перезагрузку смело можно отнести к самым эпичным сезонам Орла и Решки. Орел и Решка! Да! Все, попили мои кровушки. Под каток перезагрузки попали не только города, но и наши ведущие. После выпуска об Анталии шоу покинул Антон Птушкин. Все правда. Я больше не ведущий Орла и Решки. На самом деле ничего трагичного не случилось. Теперь какой-то ураганный чувак, который с первого взгляда вам понравится. Привет! Настивливо, Орел и Решка. Орел и Решка, я знаю. Как тебя зовут-то хоть? Меня зовут Евсей Ковалев. Как вы уже поняли, этим ураганным чуваком стал Евсей Ковалев. Короче, Енисей. 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 Евсей. Елисей или Енисей, к*** знает. Есей! На самом деле до Решки Евсей уже был опытным путешественником. В общем, я в Норвегии. Это же водопад. Настоящая хрюлячная нора. Я нахожусь на вершине Хорнета. Мы на него посмотрели и решили. Хорошие сапоги. Надо брать. Через какое-то время выяснилось, что у Евсея есть свои слабые места. Смешно признаваться, но я не умею плавать. Ребят, ребят, ну я же не на морской сезон устраивался. Откуда я знал? Чего мы только не делали. Мы заставляли его прыгать с крана. Ребят, да снимите меня отсюда. Что за прикол? Я плаваю. А где выплывать? Отправляли на обучение к китайцам. Плыви, как лягушка. Мы водили его к бабке-целительнице. Воды боюсь. Даже устроили встречу со стихией один на один. Но она была неумолима. В итоге мы просто нашли для Евсея идеальное море. Евсей, назад! Стой! Но неумение плавать – это еще полбеды. Уже во втором городе нам открылся еще один глюк нового ведущего. А чего ты меняешь руку постоянно? Ну как, беру, режу. И кушаю, и нормально. Но если меня надо зачерпнуть, я делаю вот так. В общем, как выяснилось, Евсей с этикетом на «вы». А вот эти вот все ваши, вот так вот локоть поднял в небеса, куда-то что-то сделал. Зачем локоть поднимать? А как по-другому? Локти должны быть вот тут всегда. То есть вот я… А, то есть я прижимаю локоть. И я такой тернозавр-рекс. Но главной слабостью Евсея оказалась работа с первого дубля. Та-дам! О! Экскюзми! Пардон! Ну что? Ничего. Казино я поиграл. На трассе формуля… Формуля. Ну, во-первых, от молока… Ну, во-первых, от молока… Да почему от молока? Надо меньше пить молока! Насколько я знаю, и дусы кладут такое количество острых пе… Пеции. Острых пеции. Чтобы дезинфицировать жел… Как дезинфицировать желуджь, что я не знаю? Насколько я знаю, у меня сопля. Очень плохо. Ну, а для тех, у кого в кармане нет золотой я… Золотой явки. А сейчас время для настоящего волш… В этом номере останавливался самый богатый человек на земле. Джефф Безос. Ну, то есть бывший самый богатый. А, потому что сейчас золотая карта и салфетка у меня. Жуй! Брось себе что-то, ворот. Подожди, у меня слезы текут реально. Что-то в глаз попало. Я, кажется, съел мошку. А, сана… А, нет, это мука. Дублик. Дубль номер три. Четыре. Думаю, неважно. Бруббадаем. Бруббадаем. И уйдем. Хорошо, хорошо. Но шло время, и мы поняли, что в юном тельце Евсея живет не только человек тестостерон. Вы неправильно надели трусики. Человек ловкость. И человек мачо. Евсей еще и по-настоящему крутой экстремал. Это просто офигенно. Он объездил на доске барханы Монголии. Отшлифовал дюны Сахары. Укротил искусственную волну в Ереване. И подчинил себе ветер в Тунисе. А еще Евсей готов работать на износ. Мам, смотри, целое ядро собрал. В общем, такой ведущий, что тушите свет. Стойте, а как же Настя приняла нового ведущего? Поешь домой. Я куплю сама тебе билеты. Евсей Ковалевич Ковалевский. Посвящаю тебя рыцаре ордена золотой карты. Он такой улыбается и делает так. Ну, смотри, ты. Мне это не нравится. Слушай, ты серьезно говорю, чтобы Монетка постоянно выпадала резко. Каждое утро стал пить воду. И знаешь, намного лучше себя чувствую. Мне кажется, теперь хоть до сотого этажа могу дойти пешком. С легкостью. Ну вот я и приехала в столицу Туниса. Тунис. Мой будущий сын Денис. Давайте еще раз. Редис. Редис. Сел на карниз. Когда мы ехали перезагружать Тунис, то думали, что кроме отелей формата All-Inclusive, больше ничего здесь не увидим. Но в Тунисе с нами произошло столько интересного, что за один выпуск и не расскажешь. Мы посетили руины великого древнего города Карфагена. Приняли участие в потасовке водителей местных маршруток. Релакс, take it easy. Мы заехали в деревню к Берберам, коренным жителям Северной Африки, которые до сих пор живут в пещерах. Я не знаю, ты действительно сочетаешь это с черным вещами? Да, да. И даже это еще не все. По уличной еде Туниса можно сделать отдельный выпуск Орла и Решки. Но вот смотрите, опять что-то новенькое. Это кактусы опунции, точнее ее плоды. Можно я попробовать? Кактус, кактус. Слушайте, ну я, конечно, знала, что кактусы это, наверное, хорошо. Их поливать не надо часто, но то, что их можно есть. Плод кактуса надо почистить, потому что его кожура вся в мелких, противных. Как в стекловато-колючках. Нечто невероятное еще. Причем, посмотрите, какого дождя, да, нам всем не хватало. Какого цвета он внутри. Очень красиво. Обожаю Африку. Погода просто топчик. Короче, ребят, пробую кактус. Выглядит реально очень красиво. Слушайте, это вкусно. Единственное неудобство, в кактусе полно маленьких твердых косточек. Будто в него стрельнули дробью. Местные едят и косточки. Но я нет. По вкусу напоминает грушу. Грушу. Такую прям спелую, сильно-сильно созревшую. Знаете, которая как кашется прям. Тает во рту. Прикольно. Если у тебя есть золотая карта, то в Тунисе можно сделать отдельную программу об экстремальных развлечениях. Джерба – это идеальное место для кайтсерфинга. Здесь для этого есть все условия. Сейчас я вам все расскажу. И покажу. Евсей Безлимит остался в отеле. В дело вступает Евсей. Одиссей. Что нужно для кайтсерфинга? Мелкое море, ветер, доска. Ну и сам кайт. Ну и я. Ладно, шучу. Еще ассистент. Сэм? Здравствуйте. Как дела, друг? Я все равно. Кайтсерфинг – это когда ты привязываешься к огромному воздушному змею, и он, как парусник, тянет тебя по волнам с невероятной скоростью. Ну все, держись, морская гладь. Дальше все просто. Ассистент натягивает кайт по ветру и отпускает воздушного змея. Теперь осталось только встать на борт и можно кататься. Учим. Да. Диа. Нет, нет, нет. То есть, полетел! А можно сразу кондиционер выключить? Вчера уже поездили с кондером, в горле першит. Да? Да, кстати, я придумал, если разговаривать не смогу, будете везти вместо меня. Нет, только нет. Ладно, это шутка. На самом деле, это проблема решаемая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За что опять? За спать! За спать! Современный человек четвертую часть жизни проводит во сне. Папа! А команда «Орла и Решки» четвертую часть жизни проводит в аэропортах и самолетах. За время съемок команда перезагрузки побывала в 156 аэропортах мира. Дядя Саша, контора для ставок. Вообще, наверное, когда-нибудь я выпущу книгу «Жизнь» в аэропорту. Прилетели в Лиму, сейчас нас ждет выход из аэропорта, потом снова заход, чекин и так далее. И 7 часов уже доверились. Какие веселые книги были. Друзья, мы летели сюда по 17 часов. 18. Это полный трэш. Очередной самолет, очередной перелет, очередной переезд. Мы залетели в последний, крайний, финальный, называйте его как хотите, город командировки, которая началась два с половиной месяца назад. И если для обычного человека аэропорт – это место прилета, вылета или пересадки, то для команды перезагрузки – это целая жизнь. И вот это постоянно. Аэропорты, аэропорты, вот эти вот корзинки, шмо, проходы, переходы, чекины, фароходы. Аэропорт – это и ночлежка. Особенно круто – это кровати, да? Те, в которых ты можешь просто лечь, ну, реально кайфануть перед самолетом. Вот, например, кровь. Аэропорт – это столовая. Как мне удается оставаться в такой идеальной, потрясающей форме. Друзья, рецепт, просто пицца, пиво. Друзья, ну, и обстоятельства, скажем так. Аэропорт – это торговый центр. Олежа, а что ты сюда пришел? А, ну, правильно, пришел. Пока, все, да, я только хотел сказать. Аэропорт – это место для общения. Аэропорт – это место для приключений. Сняла паспортный, точнее, не паспортный какой-то, а секьюрити-чек, который нельзя снимать. Нас не досмотрели. А они сделали большую глупость, потому что у нас с собой три коптера, которые запрещены для ввоза в Перу. Аэропорт – это концертная площадка. Началось все. Аэропорт – это гримерка. Настя, скажи мне, пожалуйста, как ты прожила вообще так долго без гримера? Как оно без гримера работает? Ну, ты смотри, как оно работает без гримера. Есть вопрос? Нет. Аэропорт – это место встреч... И расставаний. Все, Ивлей, давай. Счастливо. Да, вот. Хотим сказать спасибо всем 156 аэропортам, которые нас принимали. Пускай на несколько часов, но каждый из них стал для нас дома. Мы приехали домой. Домой! И Арчик, а ну давай, поехали. Уходим в рот. Хоть золотая карта мне в КНДР и не нужна, но оставлять ее в отеле я не собираюсь. Положу в органайзер от туристического партнера JoinUp. О, и паспорт тут. Да, если бы не он, давно бы уже все потерял. Ты вот так вот идеально выучил русский язык через интернет? Да. Все-таки, может быть, с английским еще не все потеряно? Что ты смотрела? Мультики? Да. Так, а какие? Да какие танков я смотрела. Танков. Как думаешь, они есть на английском? Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как взлетает самолет, как бурлит водопад и как Настя пытается изъясниться на английском. I want to see butterfly. Это прошлое орешки. Оно и настоящее какое. Butterfly. Английский Настя стал настолько знаменит, что в его честь даже придумали выражение. Уровень английского Настя Ивлеева. Очень мягкая бет. Очень белый. White bilyo. Beautiful cover. Сейчас мы подведем итог урока английского Насти длиною в два года. Let's go, как говорится. In the desert right now. Когда Настя пришла на перезагрузку, у нее уже была мощная база. Она знала английский алфавит. Осталось только выучить все остальное. Wait one minute, please. Ой, wait. Какой wait? One minute, please. Вина хочется просто. Can I try him, no? Ой, touch him. Попробовать бы я хотела тебя, сладкий. Чего мы только не делали. Мы привлекали лучших репетиторов. You have no room there? Yo, I will... Example, please. It's very hard. Устраивали практические занятия с носителями языка. I'm sorry, I'm very bit speaking English. Sorry. Take your time. Говори по-русски. Как это думаешь? Как будет? Нет, я хочу на английском. И что же Настя запомнила из этих уроков? Вы сказали на моем практически втором родном языке. So. Под конец перезагрузки произошло чудо. Свершилось то, к чему мы так долго стремились. Настя смогла изъясниться с человеком. И он ее понял. Бонжур, капитан. Мой номер Анастасия. Я требую пищевать. Октопус. Октопус, да. Да. Попробуем? Да, да. За этим успехом пришел новый. Короче, you are best of the best. How you do it, I don't know. What is it amazing, really? I don't know, you're children. Кродовместник. Еще один. Славлив, please, ***. I'm young woman. I need a long life. И вот Настя стала говорить целыми предложениями. Sorry, I need send me helicopter. You know? I'm in Iceland. Wait a second. I asked my operator, how name is it, Island? В некоторых странах мира Настя чувствовала себя профессором из Оксфорда. Sometimes, maybe. Was bad situation. Cars go in river or просто куда-нибудь что-нибудь. И даже выпустила свой авторский трек с Perfect Time. Perfect Time is love my thing. I've got you and sing my song. Listen on, I am and do hearty yourself. Perfect, yo. Perfect time. I see love my yo sometimes. Listen on time. Что она выучила английский. Что-то не так в этом. Listen on, listen. Listen on, listen on. Настя, что ты чувствуешь после победы над английским? Nothing. Without view. Without amazing emotions. You know? You know what I mean? Yeah. Пересесть? You can sit down. Yeah, with pleasure. У меня хлебом не корми, дай пересесть. Всем приветики-пистолетики. С вами Настюшка-опасность. Кто забыл, меня зовут Настюшка Ивлеева. Экей Настюшка-опасность. Где опасность? Здесь опасность. Опасность? Опасность. 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 Вдвое больше Настюшки. И вдвое больше опасности. В психиатрии существует понятие раздвоение личности. Но это, конечно же, не о Насте. Уходим. Под конец перезагрузки мы поняли, что в ней живет не две, а сто две личности. Настя, улыбочку. Спасибо. Начали. Настюшка спорта. Настюшка дайвер. Настюшка пикник. Настюшка биология. Настюшка рэп. Настюшка к***** мест. Настюшка девяностый. Настюшка детский мир. Настюшка правда. Настюшка космодром. Настюшка плавниковый прикорм. Настюшка королева. Настюшка бесстрашная здесь. Анастасия мясной эксперт. Настюшка грация. Настюшка эмоции. Настюшка разоблачитель фактов. Настюшка русалка. Настюшка моряк. Настюшка пилот космического шаттла. Настюшка сам себе режиссер, сам себе оператор. Я вас люблю. Настюшка-любовь здесь. Но есть личность, которую мы просто обожаем. Настюшка-история. Стромболи с древнегреческого переводится как круглый, как кратер вулкана. И вообще, друзья, гревни-греки, гревни-гренки, гренки с сыром. Я как заслуженный историк, архипелаг и археолог римских наследий путем колоноскопии могу определить, сколько этой колонне лет. Две тысячи. Не меньше. Инфосотка. 41-й президент Джордж Бурж-старший. Буржуазный. Этот кусок мрамора ему тысяча лет. Вы понимаете, что он уникален? Потому что он, во-первых, с улиткой, а во-вторых, он... Мрамор. Мрамор. Хабиба-бабиба. Хабиба-бибиба. Ненавижу умные подводки. На самом деле, Риббат – это не название конкретной крепости. Это, скорее, место для этих... На самом деле, Риббат – это не название определенной крепости. А название, где могут храниться... Боеприпасы. Боеприпасы. А с арабского Риббат – это не название конкретных сооружений. А с арабского Риббат переводится как «место, где может располагаться гарнизон». Делов-то. Конградулейшн. Правда? Это правда? Это правильно? Что она так радуется? Так это же прекрасный тост. Все, дублей не будет. Да какой крупный... История! Ух, наука! Ух, не держитесь! Хорошо, что в любой непонятной ситуации спасает Настюшка за кадр. Короче, Настюшка за кадр вам расскажет более грамотно всю эту информашку. А я просто красивая. Ну, это тоже не точно. Это вырезать! Если это, кстати, войдет серьезно, говорю, монтажерам, которые сейчас это смотрят куда-нибудь вниз, да? Я вам испорчу жизнь. Уведите детей от экрана. Сейчас мы покажем вам то, что происходит с людьми, которые два года практически живут вместе. Хорошо. Я извиняюсь. Не хотите немножко поработать? Итак, все начинается безобидно. Режиссеры и продюсеры работают бок о бок. Сейчас как снимаются проезды машины. Вот режиссер и... Проход сприктует, продюсер. Режиссеры становятся ближе к операторам. Мальчики разыгрывают сцену из Титаника. Операторы вешают микрофон ведущей. Самая интимная часть программы. Операторы вешают петлички. Да. Ушла бы, нет? Нет. Все. А ты закончила? Да, это было волшебное спасибо, дорогая Виня. А мне, я же покраснел. Посмотри. А потом вдруг нужно снять шоколадный массаж. Он слепой, а мы операторы. Примерку нижнего белья. Или голую йогу. Сначала, конечно, все друг друга стесняются. Тихо, тихо. Но потом они становятся ближе. А вечером зайдешь ко мне? Массажик вечерний. Массажик. Со временем появляются намеки. Ты один говоришь по-русски? Говоришь по-русски. Хочешь меня разгрузить? Я бы разгрузился сегодня с тобой с двух до четырех утра. Давай, Антошка, доставай. А, о, нет. Давай больше секса. И лед начинает таять. Сгореть? Посильнее? Да, да, да. Здесь? Молодец. Вот и себя снимать. Ну, а что, я не знаю, что ли, операторов? Конечно, месяц командировки ждает о себе знать. Потом Настюша надо раскатровать грудь. Там капли бежит рукой. По три здесь грязная муха села. А чья это у нас такая очаровательная попка в таких обтягивающих джинсиках? Да, мы снимаем программу. Да, он сказал, что он продюсер. Это я вообще не знаю. Пойдемте, все, спускаемся вниз. Женя сказал, что ему можно доверить. Следующий остаток меня, я буду без трусиков. Я не шучу. Ну, а как может произойти по-другому, если чуть ли не в каждом городе ведущим нужно раздеваться? Ребята, извините, пожалуйста, что так часто приходится светить булками. Но поверьте, это не моя инициатива. Меня заставили. Конечно, это не потому, что мы такие пошлые. А только для того, чтобы показать вам мир, как он есть без купюр. Всем спасибо, съемка окончена. Ну, все, Жека, я готова. Давай. Третий сезон хочу. Знаете, ребят, путешествие – это процесс очень утомительный. Золотой карты или без нее – это вообще не важно. Но у каждого есть свои лайфхаки. Мой, например, миллениум. Что еще может так поднять настроение? Когда я уже успел целую пачку умять. Хотя не важно. У меня еще одна есть. Так, Орел и Решка, перезагрузка. Устраивайтесь поудобнее. Нет. Сделайте звук погромче, да. Как будто. Тетя, тетя, простите, пожалуйста. Мы снимаем. Можно? Ой. Слышь? Какая я тебе тетя? Ты бы лучше вместо того, чтобы там стоять, помог бы рюкзаки. Неловко вошла. И вообще, почему я… Ребята, операторы, я ваши рюкзаки вожу. Съемки в Баку были такими яркими, что на их фоне казался тусклым даже комбинезон Насти. Девочки-преступницы, это горячо. Мне нравится. Спредь всегда молчит. И угадайте, что? Конечно же, у нас есть сюжет, который не поместился в программе. Есть в Азербайджане очень интересный вид спорта, который старше, чем футбол. Спорт этот необычный. Связан с конями. Пойдем посмотрим. Помогите. Я сейчас упаду. Мамочки. Меч прям по лошади ударил. Этот конный вид спорта, друзья, называется Човган. Зародился он в Азербайджане где-то в раннее средневековье. Потом однажды приехали сюда англичане качать нефть. И увидели этот вид спорта. И позаимствовали, назвав его Пола. На первый взгляд Човган ничем не отличается от Пола. Но различия все же есть. Вместо подстриженной зеленой травки здесь на поле песок. Вместо маленького резинового мяча большой кожаный. Вместо специально выведенной породы лошадей Пола-пони скакуны карабахской породы. Кстати говоря, друзья, на одной из игр в этой самой ложе сидел президент. Жизнь, она же как коробка шоколадных конфет. Все самое интересное внутри. Вот ничего не понятно. Но зато как красиво говорит. Вот бы и все и поучиться. А мне бы остановиться. Но не могу. В этом сезоне было еще больше новой музыки, которая то заводила нас до потери пульса, то пробирала до мурашек. Сегодня мы составили список новых лучших треков перезагрузки. Четвертое место. Мы отдали треку, с помощью которого получилось передать атмосферу солнечного и гостеприимного Тбилиси. Я нахожусь в неком удивлении и даже восхищении. Бронзе досталось композиции, которая перенесла нас на Сицилии старое доброе итальянское кино. Музыка. 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 Твердое второе место досталось треку «Нуклеар», который с неожиданной стороны раскрыл шумный и немного дикий варанаси. Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо, дружище. Что бы я без тебя делала? Вот теперь можем ехать. Ну и если вы заметили, мои любознательные, то в Монголии практически нет котов. Кочевники не... Для вас. Но как мы можем не подытожить творческие успехи Насти в ее музыкальном стиле «Бредапо»? Лес лесной, я весной С гномом сижу, великана жду. Твои лешки уже не монашки, а твоих ног покажем вружки. Баба, большой баба, я к тебе приведу много баб. Они будут просить тебя дать им сильного мужичка. На свежие трыки Настю вдохновляло все. Новые города и страны. Это Узбекистан, я к тебе пристал. Ереван, все силы я тебе отдам. Эх, Анталия, Анталия, и была толстой Наталья. Похудеть не успела к лету, сожри еще котлету. Настя посвящала песни новому ведущему. Локон твой теребить не хотелось бы мне так долго, как я тереблю его. Это первая песня в моей жизни, которую посвятили мне. Досталось и новому режиссеру. Твои жирные складки ничего не спрячет, Твои жирные ляжки ничего не спрячет. Операторы уже давно привыкли к порциям бреда попа. Старый мальчик, оператор с крупным объективом. Крутит, крутит, не накрутит. Эх, Санячик, эх, Саняк, ты себя не уберег, С целлюлитной бабой ты зажег. Но самый любимый источник вдохновения Насти Никогда не угадаете. Голуби. Голуби крылатые летят над крышами. Ястребы и голуби, я вам сильно рад. Крылышками машете, вы перо свое отложите в ящичек. Я потом воспользуюсь услугами. Димасик Даймонд, Настюшка Опасность, Голубиная ферма. Третья. Голубиная ферма. Голубиная ферма. И у голубя жена ему не верна. Голубь пришел к ней домой и сказал, Ты что творишь, голубина? Давай, подымайся. Она поднялась, и он увидел яйцо. Не свое. Так что скоро встречайте во всех чартах альбом Голубиная ферма Голубиная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самым волнительным, самым слезливым получился финальный выпуск перезагрузки на Сейшелах. Плакали камеры, плакали ведущие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы перезагрузили 80 стран и городов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы увидели новые невиданные красоты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты это видишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встретили новых интересных людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Столкнулись с новыми препятствиями. Завтра же увольняюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо, тихо, тихо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И совершили новые подвиги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот сезон был не только о путешествиях, но и о дружбе. Такое уникальное путешествие. Длинной в два года. Мы тебя тоже очень любим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы увидели, как наш мир меняется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоп, стоп, стоп! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо, пожалуйста. Все, братишка, беги. Обещай, что ты будешь самым счастливым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перезагрузка доказала, что двух одинаковых путешествий не бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это уникально. Потому что в этом проекте ты ломаешь себя. Ты становишься сильнее. И не сдаешься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И... Это было потрясающе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вас очень люблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот теперь уже точно все. Перезагрузка объявляется закрытой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА